Доброта дорогие мои, это вот минералка от Гагика, это вот лиминал, ну и как всегда Полезно, приятно и удобно. Последнее слово удобно, это имеет огромное значение Если помните там последних роликах я как-то говорил, что задали мне вопрос по переселению Там вот это, да, новую голубятню, вот по этой теме мы сегодня будем еще раз говорить, хотя есть про это все Так, значит, про слово удобно Постоянно, да, как бы по поводу голубятни я всегда говорю, что голубятня должна быть не красивая, не дорогая, не супер-пупер там это, да, там А должна быть удобная Что такое удобная? То есть по размерам она должна быть удобная, в зависимости от количества голубей Гнезда должны быть удобные, правильные должны быть Вот очень многие там в гнездах ставят чашки, это уже неудобно Это вам удобно, но для голубей это неудобно То есть они, почему неудобно, потому что птица теряет уже и природный инстинк А что такое природный инстинк для птицы? Любая птица перед гнездованием все делает, собирает гнездо Когда мы ставим искусственное гнездо для голубей, мы просто убиваем этот процесс в голубях Так что, еще раз говорю, многие ставят чашечки в гнездах Ну, вы не видели ни разу, что я ставил чашечку, да, не из-за того, что у меня чашек нету или нету Просто она должна быть, то есть размеры гнезда должны быть удобны Вот эта обрешетка, для чего вот эта обрешетка сделана для голубей, да Вот она стоит, вот он стоит, вот он стоит и охраняет Если вы смотрите мои ролики постоянно, у меня нет драг В отличие у вас, у кого нету обрешетки вот эта В общем, у меня нет драг в гнездах Почему нет драг в гнездах? Вот он стоит у двери Кто хочет туда залететь, он по башке долбанул и скинул То есть голубь уже не залетает, потому что рядом закрыт В общем, а когда у вас гнездо полностью открыто, голубь залезает туда Начинается кипиш, начинается драга В общем, ну, конечно, в итоге что получается? Конечно, в итоге просто разбитые яйца, затопченные птенцы, перевернутые гнезда Ничего хорошего, в общем То есть, вот эта обрешетка обязательно Так она еще имеет другой смысл Какой смысл? Ну, видите, там у меня вот там такие решеточки Сеточки вырезаны, висят Для чего я много раз показывал, объяснял Вот эти сетки ставятся Ну вот она вот Вот папа Закрыл сеткой Чашечки вот это Это, допустим, дезодоранты Вот эти, да, там от баллончиков Вот эти крышечки Берете Привязываете к нему Провод Провод привязали, согнули И это, да То же самое вот эти выставки Для чего она Не ровная Пройдет гнездо Для того, чтобы яйца не катались Птенцы не падали А не подходят Птенцы сюда И отсюда какают Потом Голуби То же самое, да Да, значит Если у вас Удобные То и другие вопросы Тоже решаются Ну, скажем так Мне Генерал обычно Когда птенец Птенец в гнезде Вот голубка обычно Вот на полу Кладет То есть Не в самой гнезде А кладет И что я там делаю Я обычно беру Вот это яйцо Кладу ее в гнездо Если она не садится То я ее закрываю То есть Несла голубка у вас на полу Взяли Подложили в гнездо И закрыли День-два Она начинает садиться Запоминайте Садятся в основном голубки Не голуби А голубки То есть Закрыли Голубка Все уже нормально сидит Не соскакивает Выпускайте уже голуби То есть Ну открываете Этот А не это гнездо Берут Соскочил Опять кладете Что делать Когда Вы меняете Голубятню То есть Построили Новую голубятню И в старой голубятне У вас там Это Да Там человек Просто задал вопрос Сядут Не сядут То есть В старой голубятне Там и птенцы И яйца И хочется Конечно Все это Перенести В новые В голубятню Ну а как Там получится Будут ли они Высерживать Эти яйца Будут Выкармливать Птенцу Ну как Показывает Практика Процентов 80-90 Нет Не будут Сидеть на яйцах И не будут Выкармливать Птенцов Поэтому Вам необходимо Будет Либо Все это Убрать Либо Все это Убрать Либо Подождать Пока Они в старом Голубятне Старой Голубятне Они как бы Вырастут Высидит Потом Только Переставить Ну я Говорю Процентов 80-90 То есть Это что Значит Это говорит Что есть Некоторые Голуби Если Допустим С нового Гнезда С нового Это Со старой Голубятней Взять Перенести Новую Голубятню Дать Ему Гнездо Закрыть В этом Гнезде Да Так же Так вот Это Закрыть В этом Гнезде Чтобы Он понял Что Это Его Гнездо Могут Сидеть Но Это Единица Голубей В основном Они Как бы Не Сидят В основном Это Не Происходит Поэтому Ну Конечно Жесткое Но Только так По другому Никак Таким Только так Еще Раз Голубятня Должна Быть Удобная Чтобы Мы Могли Закрыть Дать Гнездо И Когда Даже Пороем Голубей Кинул Куда Споровались Выпустили Видите Что Там Выгоняется Процедура Закинули Закрыли Пока Они Будут Отстаиваться И Права Ну Видите Сосед Мешает За Хохолочек Я Показываю Берете Дергаете Выкидываете Чтобы Это Ну То То Есть В основном В основном Если Вы Яйца Подложите Из Старой Голубятни Новые Голубятни В основном Они Не сядут А Если В Старой Голубятни Старой Голубятни Допустим Голубка Снесла Яйца На полу Вы Возьмете Подложите В Голубятни Гнездо Закройте В Эм Гнезде Процентов 80 садятся процентов 20 то есть как как бы вот так вот что делать в этом случае элементарного но последних роликах я пять дней подряд показал показал те басни отвергал те басни которые наши голубятники рассказывают что в любом случае всегда так но когда приходишь смотреть почему-то отмазки либо вчера не хорошо летали завтра полетят на соревнованиях почему-то там ни одного 10 часового голубя никто не может у себя в голубятни дайте почему-то там получается 10 и 12 часовые час полтора летают и я много раз когда молодежь меня спрашивали дядь гагик ну что делать у меня голуби летают полтора два часа два с половиной часа а вот там уже это да у дядек там это 10-12 часов вот приходишь они гид херня выкина от них берешь этих голубей опять не летают тебя говорят что ты неправильно сад вот так что что мы неправильно делаем да ну я всегда молодежи объяснял а вы сходите у этих дядек у которых по 10-12 часов летает и попросите пусть они вам покажут хотя бы два-три часа они вам этого не покажут рассказать расскажут показать не покажут поэтому у всех 8 10 12 часов меньше не держит голубей а на соревнованиях ни одного 12 часов вот вам и результат никто еще не показал что этот голубь ровно 12 часов отлетал и ну есть там остались ночь добавили три часа там до 12 но чтобы реально 12 часов отлетали еще никто не показал никто я еще никого-то единственно вот пакистане вот эти соревнования патенте идет я имею ввиду по бойным голубям да вот эти соревнования патенте показали там результаты у типлеров есть больше 12 часов результатов у фирмяков есть это да я имею ввиду про эту птицу пробойных голубей которые да хотя и не бьют и не бьют и не показывают столько же вот эта реальность ну как у рыбаков у охотников ни один рыбак не скажет там что он плохо рыбачить он обязательно там самых-самых здоровых самых лучших но почему-то почему-то когда с рыбалки приходит говорит что ты поймала сегодня тем плохой был клёва не было вот вчера на тоска вот позавчера тоска характер такой понимаете это натура людей и вы ничего с этим не сделаете как я люблю говорить закройте уши откройте глаза и все станет на своем место значит то что то что голуби то что голуби каждый божий день будут показывать разные результаты в разную погоду в разное время но я это уже доказал и так каждый божий день я показываю голубей а это я специально считается почти неделю тех же самых поднимал и все время были разные результаты все время даже если сказать там подождь ветер и лучше показали чем другой день то есть всегда по разному мы точно так же каждый день просыпаемся с разным проливом сил с разным настроением с разными эмоциями кому-то плохой сон снился все летит в этот день так но мы сейчас опять что делаем поймаем из песку новых молодых выйти посмотрим чему они научились научились ли они бить или нет не научились сегодня я поймаю однозначно маленького тайсона и толстожопова но это будет голубочка ну второй скорее всего будет голуби ну здоровы жирненький толстенький ну посмотрим что он покажет хотя не факт что через месяц через два тут не переплюнет от генерала тоже 2 поймаем 1 выводом старше маленькие посмотрим что покажем пока на паузу поставлю поймают проверим дорогие натянуты собачки пробежались открытие изжискание стойки от страха от перепуга ну вот сейчас опять что делаем сейчас опять начнем наверное 1 гнездо 1 1 кольцо него на ногах это раз так вот голубочка скорее всего а это голубь толстожопа это тайсона посмотрим что они он яшка о ящу ли ты чё успел уже тут быть но ящик ничего не сделает это это не для этих что как и там есть еще который пишет который пишет ящик показал желтого хотят на будет тянуть вот этот эти вместе летает все-таки они одногнездки голубочка это голубочка а вот этот чили голубем будет он уже начинает показывать что голуби обычно голуби должны быть сильнее самцы должны быть сильнее так устроен закон природы но не всегда так не всегда так не всегда голуби бывает сильнее чем голубки она начинает уже будет это все молодые дорогие мои это все молодые причем не умеешь бить еще вот генераленыш он уже показывает как голубь он уже пастеварка это второй чубатенька это по детям же родители на вывод старше по моему даже на 2 года потому что одни яйца пропали что она этого же месяца под 4 будет тот пищит посмотрим посмотрим что вам покажет малышок как себя покажет вот этот штука это вот черно-боросейка яйца это еще пищать и Соскочек не будет сидеть там. Вот это чубачинка. Как ринлаканец тарахти. Кто-то бьет. Это кто такой? Это челенок. Это скорее всего вчерашних, которые в ночь остались скорее всего. Вот он сегодня домой летит. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. Да нет, в одиноче 12 получается. Так, это раз, это раз, это раз. Значит, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 6, 7. Так, подождите. Так, куда он делся-то я. Вот я сейчас этих выпущу, потом посмотрим. Так, это вот от черноперой сейки. Отца я тогда убрал, его подложил. Под этой, под чужими посмотрим. Не знаю даже, кто будет. Голубь, Голубка, еще пока молчит. Он тоже, ну, около 4 месяцев уже будет. Ровесник генераленыша. Ровесник генераленыша. Ровесник генераленыша. Ну, это тоже от хомут шеечки. Сапожкатый, чап. Чернохвостый. Ну, я же сказал, он соскучит. Не будет сидеть. Я же сказал, что он соскучит. Он не будет сидеть. Дорогие мои, ну тебе, по-моему, поперли. Вот они. Тебе поперли. Мы будем снимать внизу. Вот эту шеечку. Вот от хомут шеечки. А от генерала вот этот чубатый красношеечка. Посмотрим, как она себя поведет. Вот она себя поведет. Вот она себя поведет. Уворачивает у отца. Я один раз за все эти годы показывал. Вот черноперая шейка. Такая жирная шеечка была. Вместе с перой шейки. Старым голубем. Когда там, ну, есть этот ролик. Старый ролик. Один раз показывал. И говорил, что больше показывать его не буду. Этого голубя. Ну, хачик, видите. Голубей. Это вот от него. Шикарные столбы были. Винтунды. И перой щейки тоже. Вот старая пера щейка, которую я убрал. Тоже шикарные столбы были. Вот странно, да? Обычно, когда у людей есть что? Что хорошее. Они постоянно показывают. И начинают вот пендриваться. А что-то дядя каких-то не показывает. Не хочет. Обычно показывают. Не взрослых, а пескунов показывают. И вот смотрите, дорогие мои. Это бойные голуби. Видите, это пескуны. И пескуны тоже должны бить. Бой должны. Если даже не бьют, то бой должны. И летать должны. И покрываться должны. И бить должны. Понимаете? Вот они. Сейчас потянем максимально. На верху покажу. Да. Четыре. Так. Два. Четыре. Шесть. Восемь. Десять. Да. Значит, двенадцатый. Тоже там был. Кого я еще. Выпускал. Думал, из ночников где-то. Двенадцатый тоже из этих был. Который стоял. Бил. А я его сейчас не бежу. Генерал у нас походу скинулся. Упал. Он еще пишет. Он еще пишет. Да. Пишать не перестал. Молышок вообще. Очень рано начал проверять. Очень, очень. Очень. Восемь. Один отдельно. Один отдельно. Второй отдельно. Там начинает скидывать там. Что-то происходит. Но я ж показывал. Яшка стоял, пока я поднимал голубей. Яша жива в пол Голуби испугались? Нет От собаки испугались, от яшки нет Дорогие мои, это буйные и скунные И они должны либо бить, либо бой взять На хвостик падать, на жопу падать Только так Второй генерал, он же попер Он сейчас выше всех Но он еще как бы не бьет Вот он отдельно идет Ярик, вот смотри Вот он отдельно летит Тоже отдельно, тоже отдельно То есть нету Стайные птицы, это когда они все время летают в стае Один пошел, другой Они периодически собираются в стае Любой одиночный голубь Периодически собирается в стае Потом отходит от стаи Опять подходит к стае Даже вот одиночных чужих голубей Мы как ловили раньше Подняли голубей Он подошел к стае И так посадили Только так Так Ну опять Вот они Скинули Приподнимутся Опять скинули Так 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 Там был не желтый голубочка Как Она уже голубочка Она В принципе светлый выглядит Может быть Может быть Она Ибана Может быть Может быть Не Там не верю Это Бойные Исконы И Должны Бои брать А вот Он 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 Блин Кого же я Первую Вопустил Вот Он Отдельный Хирайчик Так Татьяне Он Здесь Генераль Он Здесь Четыре Восемь Четыре Восемь С Десятый Вот Это Одиннадцатый Еще Двенадцатый Должен быть По-моему Что Как Вот Так Ну Тут Высаков Чернохозный Тянем максимально, чтобы зацепить. Вот он, белый чубатый, вот он отдельно летит, хомут Это пескуны, бойные пескуны, дорогие мои, они либо на жопу должны садиться, либо переворачиваться, либо бить, понимаете, бой должны, а не брать и показать, понимаете. Вот он, хлоп-хлоп, на жопу садится, ну генерален он уже опять подпёр вверх, скинул опять, пошёл. Ярик, вот смотри, я ж только что показывал. Он был отдельно, потом спустился к стае, и вот он опять один летит. Так это одиночный? В книгах как написано, это одиночный или неодиночный? Это одиночный. Думаю, достаточно, дорогие мои, мир, мир, за лугом, небо. Вот они будут сейчас так, потом будут на побежку уходить, потом опять подниматься, опять спускаться. Десять часов летать не будут, да, она мне абсолютно нахрен нужна, но уже будут потихонечку бой закреплять. Их надо будет уже потихонечку. Вот смотрите, вот элементарно, да, вот тайсонёныша, вот этого сизого. Я же вот пять дней подряд поднимал взрослые птицы, которые били. Вот там он часто останавливался, тянул, показывал. Вот сейчас стаи, вот он, ну это он же сейчас тянет. Вот сейчас стаи уже меньше. Почему? Потому что остальные-то не так тянут, как взрослые. Понимаете? Остальные-то не так тянут, как взрослые. Так, тут собрали. Двадцать, четыре, шесть, восемь, девять. Девять. Он десятый. Он десятый. Вот это одиннадцатый и двенадцатый. Вот этот, мазанный шеечек. Видите? Опять вот начали подняться. Ну думаю, достаточно, дорогие мои. Мир умер голубям небо. Занимайтесь, сделайте отбор и у вас всё прекрасно получится. Если, говорит, что-то помучится, что-нибудь получится. Потихоньку-потихоньку будет у вас результат. Вот они опять поднимаются. И это вся молодняка. Сейчас вот скучковались. Вон один отдельно идёт. И второй тоже, белый тоже отдельно идёт. О, наверху яшка мелкается. Видите? Скинули и пошли. Стиль полёта этих голубей. Так, спружинят они. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Могут покрыться, там находиться. Потом скинуть чуть ли не до уровня крыш. Видите? Раскрылись. Там уже раскрылись. Приподняли стайки, там уже раскрывается. То есть не внизу раскрывается, а там. Могут скидывать внизу раскрываться. Опять скучковаться или по отдельности уходить. Вот они. Видите? Раскрылись. Птица вся раскрылась. Не в стае, а раскрыто летит. Рассыпную летит. Вон там останавливается, бури показывает. В общем, вот она. Видите? Пошли. Миру мир, голубям небо. Гоняйте, дорогие мои.